И всем привет, ребят, с Мистер Вайкл и с вами записываю новый ролик. Сегодняшний второй видеоролик посвящен анонсам. Сегодня у нас четверг и сегодня есть интересная информация, связанная со списком обновлений и с изменениями в балансе. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в его розыгрыше. На 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого у нас только игровой аккаунт, если вы установите мой личный такт, тактим па, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего списка обновлений, то здесь есть, наконец-таки, изменения в балансе и сегодня обо всем поподробнее, обо всех этих изменениях поговорим. Начнем с того, ну, начнем по порядку, я думаю, что по всем параметрам пройдемся, ну и дальше я уже выскажу свою точку зрения, исходя из того, что я здесь прочитал и что я здесь увидел. Во-первых, эффект взрыва танка завтра обновляется, ну это так, маленькое просто визуальное изменение, которое я уже, если честно, видел, поэтому, в принципе, ничего такого сверхъестественного. Оптимизирована производительность горизонтального автонаведения при использовании рикошетящих снарядов. Горизонтальное автонаведение теперь не должно наводить снаряды на цели после рикошетов, в этом случае будет работать только вертикальное автонаведение. Это изменение значительно сэкономит время процессора на слабых устройствах и вряд ли будет заметно в бою. Не знаю, если честно, что там меняется, не совсем понял, но ладно, меняется и меняется. Пушка-огнемет, пульсар, шанс крита увеличивается на 5%, я так понимаю, да? Или он уменьшается на 5%? Не понял. А, наверное, уменьшается, то есть еще меньше будет критов с пульсара. Шанс крита у фреза уменьшен, максимальный бонус урона у адреналина уменьшен, устройство пульсар, крит тоже становится меньше. Пушка-изида, феникс, устройство в очередной раз нерфится. В очередной раз это устройство будет еще слабее, дальность действия в 2 раза меньше. Эффект вампиризма в, получается, в четверть становится меньше и практически в половину становится восстановление энергии при уничтожении противника тоже меньше. Вот вам и набивайте, ребячки, дальше. Трофейные устройства, а их просто-напросто будут нерфить в хламину. Пушка Тесла. Устройство замедляющий протокол, время перезарядки запуска шаровой молнии стало меньше. То есть теперь будет побыстрее, но в принципе Теслу-то вообще надо нерфить. Надо нерфить эту пушку. Устройство Плазматрон, скорострельность под действием Берсерка снижена вдвое, чтобы компенсировать очень высокий бонус урона. В принципе, это было читаемо. И я сегодня еще до сих пор видос записал с мега-донатом с этим устройством. Ну, выйдет, значит, в том балансе, в котором есть. В принципе, это было читаемо, что это дело за нерфят. Устройство Пульсар шанс критического урона тоже становится меньше. Рикошет, Пульсар становится меньше. У Страйкера, наоборот, шанс крита, я так понимаю, увеличивается. У Кувалды и у Наковальни теперь стандартный урон меньше. Ну, то есть он уменьшается в количестве, но при этом дальность максимального-минимального урона становится лучше. То есть больше вы будете урона наносить на средней дистанции. И при этом у Наковальни еще и скорость снарядов больше не снижается. То есть будет обыкновенная скорость снарядов. И мне кажется, что именно с этим обновлением Наковальня может стать очень и очень интересным устройством. Поэтому это дело мы тоже завтра будем тестировать. Будем смотреть, как все это дело поменялось. Ну и Магнум. Время перезарядки между выстрелами чуть-чуть становится меньше. Усиление перед выстрелом становится, я так понимаю, тоже чуточку меньше. Ну и с устройствами у нас время набора на максимальную силу выстрела. Я так понимаю, что тоже становятся лучше эти устройства. Все и ускоренный механизм погрузки, и миномет, и вакуумный сердечник. Время набора максимальной силы выстрела. А, нет, наоборот. Плюс 20%. А, ну сила. Но это как бы особо сильно ни на что не влияет. Только единственное, только если ты на максималку будешь давать, то дольше у тебя будет перезаряжаться. Но непонятно. Надо будет тестировать, будет смотреть эти устройства. Что касаемо пульсаров, то это понятно, что там нерв. А вот что касаемо наковальни, то быть может, быть может, есть интересик. А так, тут по большей части у нас устройства нерфятся. Все пульсары уходят до дома. И еще больше становятся неактуальными. Так же, как и Изида с Феникс устройством. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Ждали ли вы именно такое изменение в балансе. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Буквально через полчасика, я думаю, что мы уже стартанем со стримом после выхода премьеры этого видеоролика. Поэтому присоединяйтесь на стримы. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok